Тогда давайте продолжим, потому что у нас, помимо первого прекрасного предложения не пить, ждет потрясающее второе. 176Е. Итак, сказал Риксомар, раз уж решено, чтобы каждый пил столько, сколько захочет, без всякого принуждения, я предлагаю отпустить эту только что вошедшую к нам флеетистку. Пускай играет для себя самой, или, если ей угодно, для женщин во внутренних покоях дома, а мы посвятим сегодняшнюю нашу встречу беседу. Какой именно, это я тоже, если хотите, могу предложить. Итак, Эликсимах становится симпозиатом, руководителем этого пила. И точно так же, как Павсаний предлагает не пить, Эликсимах предлагает убрать женщину из этого места. Этот пир не будет обычным, он будет уникальным. И у Эликсимаха даже есть тема для беседы. Ну, понятно, если они не пьют и не слушают музыку, осталось только говорить друг с другом. Все заявили, что хотят услыхать его предложение. Я напоминаю вам, что начало беседы, начало пира маркируется уходом флеетистки. Точно так же, как конец пира маркируется возвращением флеетистки. Обращайте всегда внимание на эти все. Потому что у этих всех все заявили, все засмеялись, все согласились и так далее, и так далее. У этих всех довольно часто бывает серьезная квалификация. Например, все засмеялись, а Сократ сказал. Или все согласились, а Сократ сказал. И в данном случае все заявили, что хотят услышать его. И Эликсимах сказал, начиная так же, как и Меланипа у Эврипида. Вы не мои слова сейчас услышите, а нашего Федора. Сколько раз Федор при мне возмущался. Не стыдно ли Эликсимах, что сочиняет другим богам и гимны, и пеаны, эруту? Эросу, давайте, значит, у нас в книге везде эрот, но у вас на языке везде эрос. Эросу, такому могучему и великому богу, ни один из поэтов, а их было множество, не написал даже похвального слова. Или возьми почтенных софистов, Геракла и других, они восхваляют в своих перечислениях, как, например, достойнейший Продик. Да, смотрите, напоминаю вам, что с Продиком связаны Павсаний и Агафон. И история Продика о Геракле – это та самая история, которая предсказывается у ксенофонда в меморабилии. Помните её сущность? Да, добродетель и порочность. Да, Геракла на перекутии. Итак, у нас есть проблема. Федор почему-то возмущается, что эрос – великий бог, но поэты не восхваляют его, и софисты не восхваляют его. Федор – ученик софиста, между прочим, не Продика о Гибели, как вы помните. И Федор дружен с Агафоном, но почему-то Агафон не восхваляет эроса. Почему Федор задался этим вопросом? Что, с чего вдруг? Ответ мы знаем, потому что Федоре Сократ уже соблазнил Федора начать думать об этом. И смотрите, как у нас получается. Сократ соблазняет Федора, Федор подбивает Эликсимаха, и Эликсимах начинает пир. Эликсимах ни при чём, потому что это вопрос его интересует. Федор ни при чём, потому что он не начал диалог. А Главоскрат ни при чём, потому что он вообще здесь к ним проходил. Сократ знал, о чем вы говорили. Ну-ну-ну, нет, это чересчур. Естественно, нет. Мало ли что могло вбросить в голову Эликсимаху. Сократ может вывести любой разговор на тот, который ему нужен. Но Федор уже подготовлен, Федор уже обработан. А почему Федор выбирает эросу как великого бога? Потому что прямо перед этим диалогом происходит диалог Федор, где Сократ поднимает вопрос об эросе. И Федора не отпускает. Да, 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 ну конечно же, конечно. Но речь-то не об этом. Речь о том, что Сократ начинает его запутывать. Он ведь произносит две противоречия друг к другу речи. И Федор начинает волновать этот вопрос. Да, от речи виси. Всё это ещё не так удивительно. Но однажды мне попалась книжка, в которой превозносились полезные свойства соли. Да и другие вещи пробного рода не раз бывали предметом усерднейших восхвалений. Да, остановитесь, значит, я отсылаю вас к Продеку, да, Геракли, это мемораблия 2.1.21.34. Ознакомьтесь с этим, когда у вас будет возможность. Да, ещё разочек с книжки. Всё это ещё не так удивительно. Но однажды мне попалась книжка, в которой превозносились полезные свойства соли. Да и другие вещи подобного рода не раз бывали предметом усерднейших восхвалений. А Эроса до сих пор никто ещё не уважился достойно воспеть. И великий бог остаётся в пренебрежении. Федор готов петь невосхваление Эроса, при условии того, что в шкале величия восхваление останавливается на каком-то уровне величия. Но проблема заключается в том, что соль, явно менее великая, чем великий бог Эрос, всё-таки восхваляется. А значит, дело не в том, что восхваление заканчивается на каком-то уровне шкалы величия. Дело в том, что о Белосе забыли. Однажды ему попалась книга про соль. Откуда у Федора книга про соль? Почему ему интересует книга про соль? Потому что он ученик физикогиппи. Нет никаких проблем с тем, что он читает такие книжки. У меня вопрос. Это всё говорит Эрик Сима, цитируя Федора. И тут такая большая, главнейшая цитата. Почему не вложите это в уста сразу Федору? Почему Федор не начал это? Я только что объяснил вам это. Не Федор начинает беседу, а Эрик Симах провоцированный Федором. Но на самом деле не Федор. Федор интересует этот вопрос. Его интересует этот вопрос, потому что он спровоцирован Сократом. Точно так же, как мы видим отражение, 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 отражение в самом пире, мы видим, он даже начинается с отражения, отражения, отражения. Мысль Сократа в Федоре, которая провоцируется на Эрик Симаха, который проецирует его на всех сторонах. Можете повторить аксельку, пожалуйста? Да, конечно, естественно. Меморабилия 2.1.21.34. То есть это вторая книга, первая глава, строки 21.34. Если беседу инициирует Федор, и понятно, что Федор подучен Сократом, таким образом мы должны понять, какое главное свойство Федора провоцирует его к вопросу об Эросе. Короткий ответ – Федор самый молодой из присутствующих. Молодость и Эрос, очевидно, связаны. Более длинный ответ – Федор подучен Сократом, а значит, философия и Эрос связаны. Федор, как мне кажется, прав. И смотрите, Иерексимах соглашается с Федором, хотя это не его мысль. А поэтому мне хотелось бы отдать должное Федору и доставить ему удовольствие, тем более, что нам, собравшимся здесь сегодня, подобает, по-моему, почтить этого бога. Это и некоторые другие строчки склоняют некоторых исследователей думать, что в Пиле у нас не одна пара любимый и влюбленный Павсаний и Агафон, а две пары – Павсаний и Агафон, Эрексимах и Федор. Однако, если бы это было действительно так, то нам пришлось бы сказать, что у нас, если у нас есть две пары, значит, у нас должно быть три пары. И получается, что последняя пара влюбленных, но они, естественно, ни при каких обстоятельствах не влюблены. Поэтому я, скорее, склоняюсь к мысли о том, что все-таки Федор и Эрексимах – друзья, особенно учитывая, что каждого из них обвинили в разном, наверное, любовников все-таки обвинили бы в одном и том же. Это более логично звучит. И если в случае Павсания и Агафона несколько персонажей прямым текстом высказывают, что Павсания и Агафон вместе, если в протагории Агафон изображен сидящим, маленький Агафон изображен сидящим на коленях у Павсана, то в протагории ни в коем случае такой сцены нет для Эрексимаха и Федора. И здесь никто не инсулирует идею о том, что у них Эрексимаха и Федор вместе. — Если вы разделяете мое мнение, то мы бы отлично провели время в беседе. Пусть каждый из нас справа по кругу скажет как можно лучше похвальное слово Эросу. И первым пусть начнет Федор, который возлежит первым и является отцом этой беседы. — Справа по кругу, наверное, плохо. Направо по кругу. — Направо. — Да, то есть начиная с Федора, каждый восхваляет своего соседа справа, заканчивая Сократом. — Против твоего предложения, Симах, сказал Сократ, никто не подаст голоса. — Смотрите, Федор начинает не потому, что Федор инициировал проблему, а потому, что он случайно сидит первым. — Не мне, раз я утверждаю, что не смыслю ни в чем, кроме любви, ни Агафону спасанием, ни подавно Аристофану, ведь все, что он делает, связано с Дионисом и Афродитой, да и вообще никому из тех, кого я здесь вижу, не к лицу его отклонять. — Агафон решил за всех в вопросе питья, в смысле в вопросе питья со стороны тех, кто много пьет. Эликсимах решил за всех в вопросе питья со стороны тех, кто пьем мало, и Сократа. А теперь Сократ решает все за всех. Эрос и тирания связаны, как я вам уже говорил, и когда поднимается вопрос об Эросе, не избежать проявления тирании. Далее, Сократ смыслит во все. — Только в любви. — Да, Сократ не смыслит ни в чем, а только в любви. Ту же самую мысль он повторяет в Лисиде 204С и 206А, таким образом связывая Пир и Лисида. Позднее эта фраза нам еще аукнется, когда в начале своей речи Сократ начнет ныть по поводу того, что все его предали. — А вот у меня сразу вопрос. Почему он все-таки говорит, что я не смыслю ни в чем, кроме любви? Сколько людей от политики? — Сейчас, сейчас. Это классическая ирония Сократа. В ипологии он говорит, я не смыслю вообще ни в чем. Я не смысл, что я ничего не знаю. Тут он вежлив. Потому что если бы он сказал, я ничего не знаю, вывод был бы только один. Сократ говорить не будет. Поэтому он говорит, я не знаю ничего, но в этой теме я разбираюсь. Давайте о ней поговорим. Не мне, раз я утверждаю, что не смыслю ни в чем, кроме любви. Не Агафону с Павсанем. — Вы видите, Агафон идет вместе с Павсанем. — Не подавно Аристофану. Ведь все, что он делает, связано с Дионисом и Афродитой. Да и вообще никому, из кого я здесь вижу, не к лицу его отклонять. — Да, смотрите. Сократ демонстрирует нам правильный обратный порядок. Сократ, Агафон, Павсаник, Аристофан. Сократ все мыслит в эротических вещах. Сократ эротик. Агафон и Павсаник — любовники. Сравните Псенофон в 8.32. Аристафан — служитель Афродиты. Таким образом, мы имеем три формы любви. Три формы эроса. Философия, любовь и поэзия. Что заменяет что? Философия, поэзия. Чего не хватает? — Политики, да. Нет политики. Алквяды нет. И не поэзия, а плотская любовь Агафона и Павсания заменяет политику. Да, да, да. Они, получается, как бы в центре стоят, если их соединить в пару. Да, да, да. Они в самом центре, потому что они формулируют собой самые низкие, самые базовые иконы любви, самые слабые иконы любви. в центре всегда находятся самый слабый аргумент. Это классический риторический прием, причем античный. Мы же наоборот то, что хотим делать. Именно об этом речь. Самое интересное это самое слабое, самое выпушающее, самое трудное. Самое, что легко отбросить или просмотреть. Именно поэтому оно помещается в центре. Помните, Ксенофон говорит, как надо у Сократа, Ксенофон говорит, как надо ставить фавангу сначала самые сильные войны и в конце самые сильные войны, а посередине толпа. Поэтому самые сильные войны идут, самые сильные подталкивают и толпе никуда дебаться. Нас учили, я на специалистов по рекламе училась и нас учили, что то, что говорится первым и то, что говорится последним, ярче всего запоминается, поэтому в центре мы ставим то, что у нас главное. Да, Да, тоже логично. Видите, ничего особо не поменялось за 2000 лет. Итак, смотрите, Алистофан назван связанным с Дионисом и Афродитой. Как Алистофан связан с Дионисом? Ну, потому что он у нас в классе театра. Да, он поэт, замечательный, театральный поэт. Как он связан с Афродитой? Ну, он же трагед. В саду, там выступает и спевает. Это комический поэт, он воспевает со отдельный юмор. Какая Афродита? А трагик у нас этот? Агафон Афродита. Может быть, дело от любви Сократа, когда он обвиняет ее? А там, где Афродита? Смотрите, как интересно получается. Агафон не назван служителем Диониса и Афродиты. Алистофан назван служителем Диониса и Афродиты. Агафон возникает в контексте только любви Агафона и Повсания. То есть, Повсания к Агафону. Опять же, Агафон ни при чем. Но главное здесь немножко другое. Давайте представим, что Агафон действительно служитель Диониса, но не служитель Афродиты, потому что он отличается от Алистофана. Тогда у нас получается следующая картина. Два бога в конце. Затем один бог, а затем Сократ и ноль богов. Сократ не служит никакому богу вообще. Агафон служит одному, а Алистофан служит двум. Правда, мы, возлежащие на последних местах, находимся в менее выгодном положении. Но если речи наших пришественников окажутся достаточно хороши, то с нас и этого будет довольно. Достаточно. И снова, Сократ перечисляет нам всех присутствующих в двум. Прямо начиная с Эликсимаха. Эликсимах, Агафон, Повсаний, Алистофан, Сан Сократ. Все это предложил Федор. Чего нам не хватает? Кого нам не хватает? Так, Эликсимах, говорив о себе и о Федоре, Федор предлагает, я согласен. Сократ отвечает Эликсимаху, круто, я ни в чем не разбираюсь, кроме любви. Агафон и Повсаний явно разбираются, потому что они любят друг друга. Алистофан разбирается, потому что он служит Дионису. Алистофан да. Алистофан да. Алистофан нет. Алистофан нет. Сократ уверен, что на этом перу Аристодем лишний. Он не разбирается ни в чем. Поэтому исключает. Итак, в добрый час. Пусть Федор положит начало и произнесет свое похвальное слово Эросу. Все как один согласились с Сократом, присоединились к его пожеланию. Смотрите, хотя Сократ действует как тиран, его тирания характеризуется всеобщим согласием. Тирания Агафона не характеризуется всеобщим согласием. Аристодем груди. Да. Другое дело, что тирания Алькивиада также будет характеризоваться всеобщим согласием. У нас три тирана. Сократ, Алькивиад, Агафон. Это объединяет их в этом конкретном диалоге. Аналитика философии. Да, да, да. Сократ уже соблазнил одного и собирается соблазнить другого. Связана ли философия с тиранией? В смысле, если Алькивиад – это ученик, и Агафон – это будущий ученик, и Сократ – это учитель, а все они вместе тираны, связана ли философия с тиранией? Ну да. И последний момент. Сократ – это тиран со всеобщего согласия. Алькивиад – это тиран со всеобщего согласия. И только Агафон – это тиран, потому что они сидят у него дома. На это никто не соглашался. Не получается ли, что Алькивиад ближе к Сократу, а Агафон дальше от Сократа? Не получается ли, что Алькивиад похож на Сократа, а Агафон похож на тиран, а не на философию? А это было изначально ясно? Что Алькивиад – для вас, да? Да, то есть вы всегда думаете, что Алькивиад все-таки ближе. Ну да. Но просто Сократ без исходности просто не с кем больше тирана. То есть политика ближе к философии, чем поэзии? Последняя их перепалка заставит их сесть в политик, политик, философ, поэт. Но такой порядок обусловлен тем, что Агафон не может заново восхвалять Сократа, и значит Сократ должен восхвалить Агафона. Такой порядок обусловлен тем, что Сократ не хочет, чтобы его и Агафона разделял Алкириат. То есть такой порядок обусловлен ситуацией, а ни в коем случае он не маркирует настоящий порядок вещей. Если мы следуем Алкириаду, тогда правильный порядок – это поэзия, политика, философия. Тогда, конечно, поэзия остается на последнем месте, и так, конечно, политик ближе, Алкириат ближе к Сократу, чем Агафон. И значит, Агафон чем-то отличается от Алкириата, значит, поэзия в какой-то степени слабее, чем политика. И я напоминаю вам, что в самом начале мы говорили с вами, что изначально поэзия обращена только на Запад, а политика обращена в любое время. Поэзия не рациональна, а политика рациональна, она создана людьми. Можно сказать? Да, конечно. У нас Эрик Симах, он тоже выступает в качестве тирана. Ну, он говорит, что, значит, давали… Да, 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 да. Но, смотрите, он выступает в качестве тирана не потому, что его выбрали или не выбрали, а потому, что он знающий, он врач. Ну, тогда философа тоже можно назовывать. Конечно, но проблема-то в том, что философ делает это с общего согласия. Алексей Алексеевич всегда говорил, что политологи являются врачами. Да, 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 так это ж любимая сократовская шука. Смотрите, если вы должны слушать врача лучше, чем отца, потому что врач разбирает здоровье лучше, чем отец, то если существует тот, кто разбирается в политике, если политика – это наука, и существует знающий эту науку, то, конечно, никакой демократии быть не должно. Мы все должны слушать знающего. Это великая проблема, потому что если такая наука существует, демократии нет. А демократия есть только при условии, что мы все согласились, что такой науки нет. Иными словами, что мы все находимся в одинаковой ситуации тотального незнания. И тогда мы все становимся ловными. Давайте. Все как один согласились с Сократом и присоединились к его пожеланиям. Но всего, что говорил каждый, Аристодем не запомнил. Да и я не запомнил всего, что пересказал мне Аристодем. Я передам вам из каждой речи то, что показалось мне наиболее достойным памяти. Вот этот решающий для нас момент. Один из нескольких. Аполлодор признается, что Аристодем всего не запомнил. То, что он запомнил свою речь. А Аполлодор всего не запомнил. Но он не говорит нам все, что он запомнил. Он собирается сказать нам то, что ему показалось наиболее важным. Иными словами, Аристодем – это не просто Аполлодор. Это не просто транслятор. Аполлодор – это транслятор на определенной частоте. Его собственной частоте. Отличающийся от частоты Сократа и Аристодема. Он искажает происходящее. И искажает намерение. А можем мы предположить, что что бы он там не искажал, но он не искажает Сократа. Потому что он любит его больше, чем от остальных. И никого не чтит. И никого не во что не ставит, кроме Сократа. Это очень здорово. Но он не обладает первостепенным знанием. Он что-то получил от Аристодема. И что-то получив от Аристодема, он еще решил, что из того, что он получил от Аристодема хорошо, а что не очень хорошо. Перед нами самая первая речь. Самого молодого участника, который имеет определенные свойства. То есть он, как любимый, заинтересован в определенных вещах, о которых я уже вам говорил. Это самая короткая речь, за которой следует самая длинная речь. Исключая, естественно, речь Деатима, потому что это не речь, а диалог. Итак, первым, как я уже сказала, говорил Федор. А начал он с того, что Эрос – это великий бог, которым люди и боги восхищаются по многим причинам. И не в последнюю очередь из-за его происхождения. Ведь почетно быть древнейшим богом. Да. Федор сразу выдает свою направленность. В классическом представлении, естественно, господствует идея Золотого века. Подчиняйся отцу, потому что отец старше. Подчиняйся деду, потому что дед старше. Чем ты старше, тем ты лучше. И потому, чтобы доказать, что род лучший, нужно доказать, что он самый старый, что он старейший. Это очень интересная идея, учитывая, что Федор как бы должен быть отравлен Сократом, а значит, должен не смотреть назад, а смотреть вперед. И мы увидим, как это движение в ходе диалога будет происходить. Потому что кое-кто начнет говорить, что Эрос не самый старый, а самый молодой. И начнет он это говорить ближе к концу. Ну и здесь написано, что и Федор считает его достойным. Не-не-не, смотрите. А люди и боги считают его в силу того, что он самый старый. Не-не-не, не логично, потому что вы не читаете дальше. Как Федор говорит, так это и есть, и сейчас я докажу, что это так, и начнет цитировать. Нет, хорошо, это не противоречит. Здесь нет... Федор должен доказать, что Эрос – это великий бог. Великий бог значит самый старый бог. Чтобы доказать это, ему нужна традиция, которая сейчас не прибежит, а потом ему понадобится что-то еще. А доказательство... Видите, и пошло доказательство. То есть, естественно, следите за этим доказательством, потому что Федор сейчас извратит все цитаты, которые он даст. Потому что Эрос – не первый бог. А старейший значит первый. Доказательством этого служит отсутствие у него родителей, о которых не упоминает ни один рассказчик и ни один поэт. Это не проблема, потому что у геи тоже нет родителей. Гесеот говорит, что сначала возник хаос, а следом широкогрудая гея – всеобщий приют безопасный, с нею Эрос. Вот видите, это проблема. Если первый, значит, из хаоса возникла широкогрудая гея, то у широкогрудой геи, конечно, нет никаких родителей, и она как бы первая, а значит, Эрос не самый старый. В том, что эти двое, то есть Земля и Эрос, родились после хаоса, с Гесеотом согласен и Акусилай. Если вы откроете цитату, Акусилай на самом деле не согласен, потому что Эрос – это третий в ряду потомков хаоса, детей Эреба и Ночи. Итак, Эрос должен быть древнейшим, но он как минимум следует за геей, а у Акусилая он следует еще дальше. Два поэта оба говорят, что Эрос один из древних, но не самый древний, поэтому их недостаточно. И тогда Федор бросает традицию в окно, принимает позицию философа. А Парменит говорит о рождающей силе, что первым из всех богов она сотворила Эрос. Да, и это позволяет Эребу сделать то, чего он не может сделать с помощью поэта. Традиции для его целей недостаточно, но тут проблема. Еще раз спросите, что там говорили, если вот Парменит прошла сегодня. А Парменит говорит о рождающей силе, что первым из всех богов она сотворила Эрос. Однако Парменит говорит 13-д, что Эрос был создан Афродитой. Федор не может даже доказать первую свою пропозицию. Вопрос, зачем ему Парменит, если... То есть смотрите, он говорит, я мыслю, как мыслит всякий нормальный мужчина. Чем старше, тем лучше. Я мыслю, как мыслит традиционалисты. Мои сторонники это традиционалисты. Традиционалисты по определению это поэты. Вот номер один, вот номер два. Они оба не говорят то, что он хочет. Но, чтобы наконец-то было сказано, что он хочет, помимо извращения их слов и слов самого Парменита, он ломает эту традицию. И переходит от сугубо консервативной силы к сугубо прогрессивской силе, к Пармениту. Зачем ему Парменит? Откуда у него в голове Парменит? Откуда у традиционалиста, любящего аэтов Парменит? И ответ из Федора 244а, 257а. Помните, Сократ учит Федора той самой бессмертной душе, которая является самодвижущейся силой. И в ходе этого обучения Сократ говорит, что душа представляет собой наездника, на колеснице, запрещенные двумя нями, которая поднимается вверх в бытие, через богов, и видит там бытие по ту сторону, потом спускается и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И современные исследователи исследуют эту проблему, там гигантские вопросы, какую конь что означает, что это душа, почему у нее отвалилось крыло, в общем вопросов миллион. Проблема в чем? Сократ предсказывает Федору Парменида. Это натурально, впрямую, поэма Парменида о природе. Как Парменид узрел бытие, летя на колеснице сквозь богиню вверх. Это значит, что либо Сократ заранее знал, что Федор любит Парменида и воспользовался его любимым философом для того, чтобы пропихнуть его собственную идею, либо Сократ и подучил мальчишку Пармениду. И тогда получается, что бедный мальчик-традиционалист уже разращен, потому что он думает, что Гесиот, Акусилай и Парменид – это одна линия. Ими словами, он думает, что поэзия и философия – это союзники. Еще до того, как они им стали. Это совершенно влогичь, что философия должна обратиться в политику, потому что одно направление у них совпадает. Ну вот мы об этом говорили. Да, да, да. Что она… Рациональность, обращенность во времени. Да, да, да. Да, да. Поэтому это в принципе… Но дело-то в том, что он не про политику говорит, а про поэзию. Парменид – философ, а Гесиот и Акусилай – поэта. И он соединяет философию и поэзию в одну линию. А, ну вот это интересно. Вот. И, естественно, я напоминаю, что все эти доказательства он вынужден фабриковывать, как перебирая Акусилая, так и перебирая Парменид. Таким образом, весьма многие сходятся на том, что Эрос – бог древнейший. А как древнейший бог, он явился для нас первоисточником величайших благ. Итак, снова, это вопрос о благе. Собственно, Агафос и есть добро служит благо. И это вопрос о благе, и значит, Федор расскажет нам, что такое благо. Я, по крайней мере, не знаю большего блага для юноши, чем достойный влюбленный, а для влюбленного – чем достойный возлюбленный. Добродетель – это благо. Говорит нам... Ну, он потом будет говорить о добродетели, да, чему их научит любовь, добродетель. Смотрите, какая у него логика интересная. Добродетель – это благо. Говорит нам Федор. Но проблема в том, что получается, что то, что вызывает благо, находится до блага, а значит, стоит выше блага. И у Федора получается интересная вещь. Добродетель – это благо. Благо, вызываемое любовью. Таким образом, хотя Федор призывает, в конце будет призывать и будет объяснять, почему люди любят друг друга через добродетель, любовь находится выше, чем добродетель. И значит, его объяснение – провальное объяснение. Ведь тому, чем надлежит себя руководствоваться людям, желающим прожить свою жизнь безупречно, никакая родня, никакие почести, никакое богатство, да и вообще ничто на свете не научит их лучше, чем любовь. Заметьте, это старое доброе сократовское совращение. Хорошая жизнь не связана ни с родственниками, ни с богатствами, ни с почестями. Прямо из-за пологии, когда Сократ говорит, я убеждаю вас всех заботиться о душе, договорителе и знании, а не о богатстве и почести. Чему же она должна их научить? Я утверждаю, что если влюбленный совершит какой-нибудь недостойный поступок или по трусости спустит обидчику, он меньше страдает, если улечит его в этом отец, приятель или еще кто-нибудь, только не его любимец. То же, как мы замечаем, происходит и с возлюбленными. Будучи улечен в каком-нибудь неблаговидном поступке, он стыдится больше всего тех, кто его любит. И если бы возможно было образовать из влюбленных и их возлюбленных государство или, например, войско, они управляли бы им наилучшим образом, избегая всего постыдного и соревнуясь друг с другом. А сражаясь вместе, такие люди даже и в малом числе побеждали бы, как говорится, любого противника. Достаточно. Итак, Федор пытается доказать, что любовь ведет к благу. А это благо для него противостоит чему-то постыдному, чему-то плохому. Соответственно, любовь ведет к предотвращению плохих поступков, постыдных поступков. И пример Федора очень простой. Мы стыдимся тех, кого любим, больше, чем мы стыдимся родителей или общественного мнения. Это очень первый уровень и очень понятный уровень. Любовь делает нас лучше, потому что любовь заставляет нас вести себя при любимом как можно лучше. Следовательно, он сразу различает любовь к юноше, у юноши и любовь к родителям. То есть он это тоже любит, но это уже другая любовь. Нет-нет-нет, все еще лучше. Он скажет, что любовь родственников не имеет никакого значения. Чуть-чуть ниже. Но вообще, да, конечно, то есть подлинная любовь, о которой он говорит, любовь, о которой он говорит, что любовь к родителям, он говорит, что любовь к родителям. Конечно, отличается от родительской и ни в кого сравнения не стоит. Интересный здесь момент номер два заключается в том, что по идее-то, если мы имеем пару, любимый и влюбленный, кто должен все время пытаться вести себя лучше, чем он есть на самом деле? Влюбленный. Конечно, потому что он собирается соблазнить любимого, а для этого он должен представать в наилучшем свете. Но Федор добавляет сюда еще и любимого. Также, как тоже, как мы замечаем, происходит и с возлюбленным. Будучи увлечен в чем-нибудь неблаговидном, он стыдится больше всего тех, кто его любит. Это вопрос, действительно ли это так. Потому что, если ты уже любим, то тебе это, в общем-то, не надо представать никаким. Потому что ты свои цели уже достиг. Ну, в смысле, куда тебе... Потому что угрыбленный человек покажет тебя плохо. Да это простой элементарный эгоизм, мне кажется. Да, и вот теперь, смотрите, вы абсолютно правы. Федор говорит нам, да. То есть, один любит, это твой позволяет себя любить? Да. Не влюбленность? Нет. Ну, тогда это не имеет смысла. Что именно не имеет смысла? Ну, тогда это, получается, один старается, торчилась с энергией, а второй просто... Именно поэтому это проблема для Федора. Молодой Федор, он всегда любимый. И он задается вопросом, о чем влюбленные-то продолжают вот так себя унижать? Для них-то в этом что? Да, не получают отчаяния. Да, и это и будет предметом его речи. Но пока мы должны запомнить то самое, о чем вы сказали. Федор пытается убедить нас в следующей страшной вещи, что достойные поступки есть результат самолюбивого стремления предстать хорошим перед другим. Что благо не есть результат благо самого по себе и даже не есть результат любви, а есть результат нашего некрасивого желания, нашего неблагого желания казаться таковым. Когда влюбленный перед любимым рассыпается деньгами, красиво себя ведет, открывает дверку и подставляет стульчик, он на самом деле не такой. Он только делает вид, конечно, чтобы добраться до своей цели. То есть, действительно добродетельных людей не существует? Мы только говорим о любви сейчас. Ни о чем другом. Мы не говорим о благе для добродетелей. Сейчас мы дойдем до добродетели, и там зайдет то, чего вы ждете. Да, вот я его уже забыла. Ну, я в целом хотела... Теперь вы чувствуете мою боль. Да, я вспомнила. Все нормально. Нет, теперь мне чувствуете. Дело в том, что мы не только перед влюбленным нас хотим показаться лучше, но и перед, ну и в принципе перед семьей. Да, конечно. Именно поэтому мы уже правильно заметили по поводу родителей. Да, но перед любимым больше всего. Что, типа тебе есть за что меня любить, я не такой плохой, а я-то знаю? Ну, в смысле, да, 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 в смысле, полюби меня, наконец-то, смотри, какой я классный, смотри, какой я богатый, смотри, какой я... А он тебя уже любит. Не-не-не, мы говорим про влюбленного сейчас. А, про влюбленного. Да, то есть смотри, какой я богатый, смотри, какой я галантный, смотри, какой я добродетельный, смотри, как я нищим копеечки подаю. И в общем, смотри, какой я суперский. Будь со мной и все равно. А прощение о паре невозможно? То есть, как только мы говорим... Именно об этом и говорит Сократ Федре, о чем я вам уже говорил. Единственный способ превратить любимого в влюбленного, это быть не влюбленным в него, а только притворяться. Это именно то, что делает Сократ, и Алкивиад из любимого превращается во влюбленного. И расстраивается по этому поводу, и предупреждает Агафона, не делай так. То есть, Федр говорит, любовь – это суперкруто, а потом выясняется, что за любовью на самом деле стоит сугубо эгоистическая штука, которая как бы и в чем сама по себе не нуждается. Ты просто хочешь быть лучше. Таким образом, его аргументация «любовь – это суперкруто, потому что она ведет к добродетели», оборачивается в пять, да, превращается в глупость. Добродетель – это абсолютно не круто, потому что за ней стоит на самом деле она невозможно без любви, которая на самом деле невозможна без эгоистического стремления казаться лучше, чем есть на самом деле. Но если мы постоянно себя ведем так, ну то есть мы постоянно ведем лучше, чем мы есть на самом деле, то почему мы не можем к этому привыкнуть и не стать как бы лучше? Все очень просто. Потому что вести себя лучше, чем мы есть на самом деле, значит постоянно долгать усилия. Это тяжело. В смысле, вот вы идете на бал, чтобы понравиться всем. Вы причесываете волосы два часа, наносите духи, наносите два часа макияж, а на следующий день вы сидите дома перед компьютером и смотрите любимый сериал. Тратите ли вы четыре часа перед этим, чтобы быть корейкой? А вот у меня еще вопрос. Почему у человека дается это эгоистическое стремление произвести впечатление? Ну почему все-таки, ведь это же усилие, почему бы мне не применять это, ну просто оставить как есть? Любимая сериал, потому что ты хоть подбиваешь внимание, если любимый будет. Ну я как бы... С мацмак. Почему бы всем не быть такими, какие они есть? Просто всем. А, значит, тут есть, наверное, два замечания. Во-первых, Федор говорит... Да, это, конечно, легче, но тут проблема. Во-первых, Федор говорит о том, что это стремление, видимо, врожденное. В смысле, эгоизм человека – это врожденная штука. Помните, да, что Апплодон маньяк, потому что он перестал о себе заботиться, потому что он себя ненавидит. А вообще-то здоровая позиция – это любить себя. И в этом смысле здоровая позиция – это эгоистическая позиция. Ну, собственно, вот вы все и сказали. Не любовь к другому, а по самому себе. Да, да, так мы про это и говорим. Ну, так это же замечательно. В смысле, это все еще любовь. Нет, нет, все нормально, все хорошо. Ту-ту-ту-ту, вы забегаете опять вперед, не бегите вперед. Вот. Более того, представьте себе страшную вещь. Вот вы есть, какая вы есть, со всеми своими недостатками и достоинствами. И тут вдруг у вас появляется любимый. И вы говорите себе, ну вот, блин, не причесавшись сидеть перед любимым – не есть хорошо. Вести себя некрасиво при любимом – не есть хорошо. Почему? Ну, хочешь любви ответить. Ну, конечно, потому что у вас агоистическое стремление наконец-то добиться того, чего вы хотите. А для этого вы должны предстать лучше, чего есть. Ну, например, хорошо, уберем любовь. Вы говорите себе, я хочу найти хорошую работу. Вы приходите на собеседование и начинаете говорить, какой вы прекрасный работник, как возможно без вас жить, как эта компания загнется, если она… Это же когда-нибудь эта маска спадет, все узнает истинно. У-у-у, но если вы добьетесь своей цели, уже будет поздно. Вот. Ну, я думаю, мы можем просить возлюбленный и… Это правда, это именно аргумент Федора. Если ваш возлюбленный все время будет с вами, вам все время придется быть лучше, чем вы есть на самом деле. И вы как бы на самом деле станете лучше. Да, да. И сесть, значит, на стульчик, сгонвиться так, сложить вот так вот ручки и смотреть в экран, да? Потому… Еще разочек. Вы можете отосвать меня в реальность и сказать, что в реальность она именно так все и заканчивается. Да, потому и есть. Да. Ну, потому любовь, что я убилает, конечно. Нет, и при этом люди все равно остаются друг с другом. А им уже делаться. И потом когда уходят, но все равно чувствуют же, все равно какую-то боль, трава, и потом опять сходятся. Ну, блин, это же жизнь. Привычка, да. То есть, следовательно, мы можем сказать, что вот это естественное состояние, оно все-таки побеждает. Эгоистическое стремление… А, нет, вы имеете в виду правдивость? Да. Да, именно поэтому Федор воскаляет любовь. Как только вы перестаете любить того, кого вы, то есть, вы вышли замуж, все отлично, три года прошло, любовь завяли помидоры, и вы говорите «О-о-о-о-о-о-о». Ну, в смысле, он же видит вас каждое утро без маски, без макияжа, с утра, куда вы уже денетесь теперь? Ну, то есть, зачем прилагать усилия, если он уже все видел? Ну, зачем прилагать усилия? Все, теперь все такие действуют. Ну, вот, так это же и проблема. Смотрите, Федор говорит, любовь делает вас лучше, потому что, если вы не любите, то вы сразу скажетесь обратно вниз. Ну, понятно. То есть, для Федора любовь – это чисто вот такое физиологическое, физиологическое. Федор – это первый уровень. Конечно, это чистая физиология, любовь к красивому телу. Но он пытается обосновать эту любовь прекрасной штукой. Любовь делает нас лучше. А значит, так как быть добрым лучше все на свете, то есть, благо есть высшая цель, а любовь ведет к благу, тогда любовь – это круто. Но, опять же, это же провал обратный. Потому что, на самом деле, если любовь ведет к благу, то любовь – это лучше, чем благо. А так как любовь подстегивается эгоистическим стремлением, то получается, что Федор проваливается и говорит, эгоизм – основа всего и всех. Как мы вывели, что благо – это высшая цель? Очень просто. Потому что, если благо второстепенно по отношению к любви, то непонятно, зачем акцентируют на этом внимание. Если благо второстепенно и любовь ведет к благу, то как нам объяснить, зачем нам любовь? Да. То есть, только поставив более высокую планку, мы можем сказать, смотрите, любовь – это круто, потому что она ведет к более высокой планке. А почему она ведет к более высокой планке? Почему мы не можем приравнять, что любовь – это благо? Нет, он пытается это сделать. В смысле, любовь ведет к благу. И его пример, который… Нет, нет, почему он ведет к благу? Почему любовь и есть благ? Нет, он не говорит этого. Ну как же, смотрите, я, по крайней мере, не знаю большего блага для юноши, чем достоин влюбленный. А дальше он объясняет, почему это благо. Чему же должна она их научить? Ну да, что такое благо? Это как раз таки идти к высшей силе. Да, 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 да. То есть, любовь учит их тому, как двигаться к благу. Хорошо. Что тогда такое благо? Так это диалог, который называется о благе. Как можем мы это понять, если мы просили только первую речь? И то лицепом. Более того, мы же видим, что Федор уже провалился, потому что он-то говорит, что не благо, есть высшее на самом деле. Он говорит, что нет ничего выше эгоистических стремлений человека. И что, Диатима будет на это право выказывать? Конечно. Диатима ответит им всем. Хорошо. Давайте будем двигаться дальше. А сражаясь вместе, такие люди даже и в малом числе побеждали бы, как говорится, любого противника. Да, вы дочитали это, это хорошо. И смотрите, куда Федор это опрокидывает. Естественно, в политику. Почему? Потому что он с самого начала говорит о педерастии. Влюбленный и его любимый сладкий мальчик. Он не говорит, пока что не говорит о межполовых отношениях. Только о внутреплавных отношениях. И поэтому, естественно, потом будет, в конце будет мула шутка от Аристофана про то, что действительно все эти самые они в политике. И это прямо шутка с 52 тысячи лет еще работающая. Кучно. Вот. То есть, и Федор с самого начала говорит, ну если мы хотим идеальное государство, то оно должно из педерастов в состояние буквально. Если мы хотим лучшее войско, то это войско... Любовь мужчин и женщина вообще не осматривается. Пока что... Нет, нет, нет. Во-первых, пока что нет. Потому что ниже последуют три примера. И один из них будет именно пример любви между мужчиной и женщиной. Но Федор начинает... Почему начинается именно этого? Потому что из пира то женщину только что выгнали. Здесь только мужчины. Кроме того, помните, что Федор и есть любимый. В смысле, он любим не другими женщинами, он любим другими мужчинами. Это не... Так как это верхушка, это скрин для крим афинской молодежи, его не очень это интересует. В смысле, представьте себе... А почему он сам разница? Нет, нет, нет. С женщинами сходятся не по любви. У гражданина есть обязанности одна из них оставить после себя детей. То есть, ты это часть войска. Ты не можешь умереть просто так, потому что тем самым ты ослабишь войско, тем самым ты подведешь город. Поэтому всякий хороший, всякий вообще нормальный мужчина должен иметь детей. В смысле, должен иметь сына, который займет его место в войске. Я напоминаю вам. Поэтому Сократы имеют детей. Всякий нормальный мужчина это делает. Если приемлемая ситуация, наверное, приемлемая ситуация продна, если ты бесплодный. То есть, если боги тебя наказали. Но тогда боги тебя действительно наказали за что-то. В случае просто у него нет детей. Может быть, бесплодная она. Врачи определяли. У нас есть хороший исторический прецедент. Если бесплодная она, это прецедент, если мне не знает, память со сплатанским царем обеселаем. Если бесплодна она, придется менять жену. Ну да. Да, но если это не помогает, значит... То есть, как они как они обнаружили, что они бесплодные? Только меняя женщин. То есть, если другая женщина тоже не рожает, значит, она бесплодна. Ну, скорее всего. А какие еще варианты? Он не попадется, две бесплодные женщины подойдут. А сражаясь вместе, такие люди даже и в малом числе побеждали бы, как говорится, любого противника. Ведь покинуть строй или бросить оружие влюбленному легче при ком угодно, чем при любимом. И снова, влюбленный любимый, да, не обратно. И нередко он предпочитает смерть такому позору. А уж бросить возлюбленного на произвол судьбы или не помочь ему, когда он в опасности, то разве нается на свете такой трус, в которого сам Эрос не вдохнул бы доблесть, уподобив его прирожденному храбрецу. И если Гомер говорит, что некоторым героям отвагу внушает Бог, то любящим дает ее никто иной, как Эрос. И тут Феррел закапывает себя окончательно. Мужество, говорит Федор, есть результат Эроса. Эрос делает трусов мужественными. Эрос станует высшую добродетель, политическую добродетель. Мужество. Однако, заключаем мы, встает проблема, на которую сам Федор только что и указал. А если ты мужественный над рождением? Иными словами, Эрос делает лучше тех, кто плох по природе. Но те, кто хорош по природе, в Эросе не нуждаются. А значит, Эрос стоит ниже природы. Эрос восполняет природу, пытается имитировать природу, пытается довести плохого человека до состояния природной нормальности. А азотаристы изменяют? В данном случае не речь не об изменении, а о дополнении. То есть человеческий стандарт он может друг стать храбрымцом. С помощью Эроса. Именно это и утверждает, Эрос нужен, чтобы трусов делать храбрыми. Но храбрым, значит, Эрос не нужен вообще. Иными словами, если Эрос нужен, для того, чтобы делать трусов храбрыми, значит, Эрос второстепенен. Он делает то, что вообще у нормального человека и так должно быть. это же все идет в контексте того, что за любимого влюбленный готов отдать жизнь. Поэтому он становится мужественным. Да. Ну, так за что мы тогда критикуем? Это как бы не политика. А вообще вот в роли, ну, это вот первый такой стой, это второе стой. В роли любимого может вступать страна? Страна? Нет. Феду об этом не валит. Об этом может быть пойдет, еще немножко потом. Мы сражаемся, потому что на нас могут там напасть и там осталось мое любимое. Да, да, да. Не важно, почему мы сражаемся, для Федора важно, как мы сражаемся. Ну, хорошо, если он был мужественным, значит, он станет еще мужественнее. Нет, он не станет еще мужественнее, потому что нельзя быть еще мужественнее. Вы либо трус, либо храбрец. Но если вы храбрец, вам Эрос не нужен. Эрос нужен вам только, если вы трус, иными словами, Эрос нужен вам, чтобы восполнить то, чего у нормальных людей и так в нормальном состоянии есть. Но это как-то стружество, то есть, либо ледоволь, либо не знаю, там, кемиат. Нет, либо вы боитесь смерти, либо нет. И тут вариантов других нет. Либо вы бежите перед вооруженным врагом, либо вы не бежите. Но все зависит от ситуации, понимаете? не, не, сейчас вам вот тут, сегодня... Когда Алкелиат будет нам описывать поражение, а он будет описывать только поражение, он скажет, никто так не отступает, как Сократ. Понимаете? Я видел, скажет он, у Махета, который производил замечающее впечатление при отступлении. При том, что, напоминаю, Алкелиат сидит на коне, он видит их издалека и говорит, ребята, я вас не брошу. Вот, они в пехоте, но никто не отступает так хорошо, как Сократ. Федор все глубже и глубже проваливается. Эрос не нужен тем, кто и так хороший. Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только мужчины, но и женщины. Какой мысли склоняет нас Федор? К мысли о самопожертвовании. То есть, речь уже не идет о мужестве все еще, хотя речь уже пошла о женщинах, но это больше не контекст сложения с кем-то, это контекст самопожертвования. Мы говорим об Эросе, и говоря об Эросе, мы говорим о красоте. И, естественно, самопожертвование, я напоминаю вам о трагедии, есть, несомненно, прекраснейший поступок. Соответственно, Эрос должен подталкивать людей к такого роду поступкам, высшей формой из которых является самопожертвование, является смерть в результате самопожертвования. Я говорил вам до этого, что ваши родители тоже занимаются самопожертвованием, только во времени это растянуто, а трагедия собирает это вместе. Федор, быть может, любитель трагедии и, еще лучше, аудитория для трагедии. Это нам поможет потом, когда Агафон скажет, что он не боится дураков, но боится знающих. И Сократа спросит, а 30 тысяч человек подавчера это кто? Смотрите, следующий шаг. Эрос делает лучше не только мужчин, но даже и женщин. Ну, понятно, женщина по определению не мужественна, поэтому только с помощью Эроса она может совершить то, что собирается совершить. Первая речь, естественно, должна быть связана с последней. И первая речь действительно связана с последней, потому что диатима будет говорить нам о том, что бессмертие недостижимо для индивида, оно достижимо для вида. И значит, единственный способ дотянуться до бессмертия для большинства людей это продет, то есть заделать ребенка. А значит, затем пожертвовать собой ради этого самого ребенка. Почему Федор не приводит и не собирается приводить нам примеров самопожертвования ради ребенка? Ну, кто-то любит мужчину, это не важно. Потому что, немного манифицирую ваш аргумент, потому что он только что сказал, что любовь эротическая стоит выше, чем семейные связи. И сейчас он повторит это. Для него самопожертвование никак не связано с прокляцией, потому что он говорит обиделости. У меня вопрос. Вот он говорит, да разве найдется в свете хоть такой трус, в которого эрот не вдохнул доблесть? Ну ведь... Не вдохнул бы. Ну, не вдохнул бы доблесть. Ну, на практике же такие трусы находятся. Нет, ну... В кого он вдыхает? Речь идет о влюбленных. Есть ли такой влюбленный, который на глазах у любимого не будет готов умереть за любовь? Ну, что, таких нет? Если есть, то это не любовь. А, нормально. Ответ... Ну, в смысле... то есть эрот всем только влюбленным вдыхает. А речь только о любви. Конечно. Вы идете со своим молодым человеком, он говорит вам этот тест, он говорит вам, насколько, значит, что он готов достать для вас луну и свинуть горе. Вы доходите до моста в Москву и вы говорите вот твой шанс. В смысле докажи, вот так доказывается любовь. Прыгай вниз. Найдите хороший высокий мост и ухрагается спасителя неплохой. Там сразу спасут ли что? В хорошем смысле этого слова. Да. Безумие. Конечно. И это тоже один из словалов. Смотрите, Федор говорит, движение... К благу? Да. Движение к благу является эгоистичным, но кульминируется оно в безумии, в отказе от эгоистичного стремления в самопожертвовании. Да. Вот это еще одна замечательная проблема. Если бы он, как Диатима, говорил о родителях, тогда не было бы проблемы, потому что вы на самом деле жертвуя собой ради ребенка не жертвуете собой, вы отливаете себя. Да. И проблема решена. Но он-то говорит о петерастии и у них выхода нет. Он не может двинуться дальше. Не рекреация, а только самопожертвование. Да. Любовь тогда, получается, связана с философией, потому что философия с философией. Смотрите, тоже неплохо, но Федор подучен. Но нет, я про это говорю. Да, нет. Так согласно это будет быть, конечно, Эрос и есть философ в Плате. Но что он будет понимать под этим, я напоминаю вам заранее. Философия и политика объединены тем, что они обе выступают против петерастии. Законы 636 Б.Д и 838 839 А. То есть Платон не одобряет? Философия не одобряет и политика не одобряет. И в этом смысле... А вот поэзия, и сейчас будет поэтический пример, и не один, она одобряет. Но тогда Федор это все-таки поэт, а не философия. Не-не-не-не-не. Федор только начинает. Он только инициирован. И помните, раз он любимый, то он явно любимый мужчина. Ну, глупо, если за вами ухаживают приятные и приятные богатые мужчины отказывать им в серьезных вещах. В смысле, помните, Алкевиат в конце скажет, я понял, что Сократ настолько мудр, что я решил, что свою красоту я могу обменять на это сокровище. То есть если замок... Давайте по-другому. Давайте немного расизма. Если вы черный, живущий в Гетто, и к вам все время подъезжают люди и говорят наркотики есть, я хочу наркотики купить. Наркотики есть, я хочу наркотики купить. На какой раз у вас по себе будут наркотики? На второй. Да вы безвестная. Ну, хочется. Безвестного. Хорошо, да, ваш вопрос. Нет, даже ваш вопрос. Да. Смотрите, если, Фед говорит, что любовь сердится на эгоистическом таком посыле, и при этом, но когда, то есть, применительно к бытовому случаю, который мы обсуждали, допустим, человек дисциплинирует себя ради того, чтобы казаться лучше в глазах любимым, но при этом, почему тогда по его логике он должен идти на смерть, если смерть противоречит эгоистическому устремлению? именно поэтому мы не говорим, что доказательства Федра неработающее, что он в своем доказательстве проваливается. Кадышат, который он делает, начиная от поэтов, которые кульминируются в Парменида, заканчивая своими примерами, а сейчас эти примеры будут вообще ужасными, он не в состоянии доказать свою пропозицию. С другой стороны, если бы он был в состоянии, на этом пирт бы и закончился. А что ты ему об этом говоришь? Кто? Мы говорим, потому что мы прочли. Ему никто этого не говорит, Диатима, естественно, говорит, вы все уже цын, сейчас я вам расскажу, как есть. И Диатима как бы говорит, включая в свою речь всех предыдущих, все точки зрения предыдущих говорящих и модифицируя их. Любовь к прекрасному телу Федра превращается в любовь к прокреации, которая все указанные Федра проблемы решает. В смысле, ты, конечно, умираешь ради ребенка, но именно потому, что ради него умираешь, ты продолжаешь жить. Все, никаких трудностей нет. В том, чтобы из любви к собственному чаду умереть. Да. Ну, я так полагаю, что, говоря эту речь, он осознает провалы и пытается найти более сильный аргумент, но у него... Да, вы можете так сказать. То есть он снова и снова набирает обороты, он снова и снова буксует. Да? Да, почему нет? У нас же будет ни один такой говорящий, который будет все более и более закапывать себя, чем дальше он будет двигаться. Ну, умереть друг за друга готовы одни, не только любящие, причем не только мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкистида, дочь Пелия. Она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать. И он снова давит на это. Родители не умирают за детей, только любящие умирают за любимых. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в привязанности к их сыну, что всем показало, они только считаются его родственниками, а на самом деле чужие ему люди. И снова, подученный Сократом, он больше не считает родственные связи. Смотрите, консерватор, который не думает, что родственные связи это самые крепкие связи на свете и что нет никого ближе, чем я. Этот ее подвиг был одобрен не только людьми, но и богами. И если из множества смертных, совершавших прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения души из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. И тут он топит себя прямо как... Обратно к... Я снова хотел плохо пошутить, не хочу. А он не возрождался. Нет, дело в другом. И тут Федор говорит нам, помните, у нас была проблема с эгоизмом, и он ее почувствовал, и он должен ее решить. И он решает ее. Если вы умираете ради любимого по-настоящему, то вы не умираете. В смысле, боги выпускают вас из Аида обратно в мир живых. Проблема в чем? Вы можете так поступить только если боги есть. Иными словами, самопожертвование из любви возможно только если боги есть. А если их нет, эгоизм всегда побеждает. И он по-любому побеждает, даже если боги есть, потому что ты делаешь эту цель. Ты на подсознательном уровне все равно... То есть вы хотите сказать, что они знают, что вы сделали это, значит, они вас выпустят, да? Ну, нет. А выпустят ли они шансы? А выпустят ли они после никого? Ну, слава богу, греческие боги это не наш христианский, поэтому они не знают. Не, а физические боги заранее не знают. Греческие или нет? Нет, 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 речь не об этом. Умираете ли вы искренне или думаешь, что раз вы так умерли, то боги вас вернут? То есть мы манимся кратно не разделяем, а боги не все знают? Мы не просто не разделяем, мы говорим, богов нет. Если богов нет, никакого самопожертвования ради любви невозможно. Иными словами, смотрите, Федор говорит, лучший город и лучшая армия это армия влюбленных, готовых умереть друг за друга. Но это возможно только при условии, что боги существуют. Лучший город возможно только при условии существования богов. Он связывает политику и традицию. Нет города без богов. Федор только начал, поэтому он еще не понимает, что тот путь, который он выбрал, это путь отлыва от богов, а значит отлыва от города. Но опять же, если бы он продвинулся дальше, он бы знал... Он бы не стоял первым. Он бы, да, ну это понятно, он бы не стоял первым, но он бы знал, что педрастия и философия не очень хорошо сочетаются. Просто понимаете, вот когда ты умраешь за людьми, узнав, что ты потом родишься, то тебя это как-то простимулирует. Да, так это, об этом речь, смотрите. Ну то есть, речь тоже об этой... По какой стимулу? Нет, смотрите, ну как бы ты... Сейчас, я постараюсь объяснить, давайте, давайте. Слушай, все, я убираю. Женщина и любовь. Итак, представьте, что вы знаете. Вы молодой человек, влюбленный в красивую женщину. Вы собираетесь показать ей, насколько вы богаты. Вы берете кредит, но вы знаете, что ваши родители оплатят его. Поэтому выберите кредит, показывайте ей, значит, несуществующую квартиру или огромную машину, зная при этом, что кредит будет заплачен на случай с богами. Он тоже, этот любимый, знает, что тебя возвратят. Так я именно про это и говорю. И какой смысл в этом? Нет, еще разочек. Мы с вами говорили, что из-за любовью стоит эгоистическое стремление. И Степер пытается нам сказать, что любовь – это суперкруто, потому что она ведет суперкрасивые вещи к самопожертвованию ради другого. Но если за любовью стоит эгоизм, то никакого самопожертвования ради другого быть не может. Поэтому появляются боги, которые гарантируют, что никакого самопожертвования за другого и не будет. То есть, когда вы... Понятно. Из эгоизма, то есть он уже сам эти деньги сработает? Сам. Не бывает такой любви. Ты две цели сразу же убиваешь. Во-первых, ты убиваешь внимание до девушки, потому что ты ради нее умная. А во-вторых, да, ты потом быстро зарождаешься. Да. А какое внимание? Ну вот я эта девка, допустим, он рожден меня умер. Ну я же знаю, что его из-за еды сейчас вернут. Это мартышкин труп. Мне вообще плевать. Не, 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 не. Как это вы знаете? Малые как боги засудят. А может быть он действительно умер не по-настоящему? Нет, ну подождите. Все-таки боги, они что, доступны только... Нет, встретиться с богами, наверное, все-таки вы можете по поведению. Ну в смысле, вот он бежит, хватает за вас пулю или там прикрывает вас от ножа бандита и вы, значит, держите его под дождем на руках, кричите нет. Он говорит на такой тюборок. После этого, как вы не можете поверить, что его любовь настоящая? Он только что умер за вас. Да. Хорошо. А теперь растяните это во времени. Он попадает в больницу и долго-долго-долго восстанавливается через видеотерапию, через лекарства и выносит ему подачки туда. И вы понимаете, что мы не можем быть иначе. Это ваша судьба. Потому что он пожелтовал всем ради вас. Потому что он все подстроил. Потому что он все подстроил. Что-то не надо. Смотрите, а потом вы выясняете, что он все подстроил. Он все подстроил. Я к этому и говорю. И что? Да. Я все равно. Но именно поэтому боги и есть судьи в этом вопросе. Если он умер за вас по-настоящему, боги его вернут. А если он только притворился, то, конечно... Но этого дополнения тут нет. Ну как это? Это же очевидно. Ну, спасибо. Ах, то есть, если бы было, вы такая, все, я... Нет, просто... Нет. Да, то есть, как судить о любимых? Может быть, Москва-река, вот может быть, если ты всплывешь, это настоящая любовь. А если утомишь, туда и дорога. Таким образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в любви. Итак, у него будет три примера. Первый пример это Алкистида. Она умирает ради мужа и боги возвращают ее обратно. Я сейчас не буду говорить, потому что я не помню точно, но вы посмотрите на этот миф, потому что, по-моему, в этом мифе есть Геракл, который говорит, если вы ее сейчас не вернете, я тут вам все разнесу. То есть, это не боги ее возвращают, потому что она такая классная, это боги ее возвращают, потому что Геракл говорит, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Следующий его пример центральный второй его пример, это провальный пример. Зато Орфея, сына Эгра, они спадили Изаида ни с чем и показали ему лишь призрак жены, за которой тот лился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кефарет, слишком изнежен, если не отважился, как Алкистида, из-за любви умереть, а умудрился пробраться в Ииджевым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на острова блаженных. Итак, смотрите, первая проблема. Арфей пошел за своей женой. Почему он сделал такой вывод? Во-первых, что именно армейские жены, они, в общем, это нарушил условия такого, что они являются. Да, 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 да. Но, смотрите, Федор перебирает этот миф целиком и полностью. Итак, во-первых, нас интересует, кто такой Арфей, потому что это будет важно. Арфей, это, естественно, наследник Аполлона. Это сын Аполлона. Арфей, кефарет, музыкальный инструмент Аполлона, кефара. Это первое нападение на Аполлона. Арфея разрывают женщины, говорит нам Федор. Но кто его разрывает? Его разрывают в Акханке, служительнице бога Диониса. Итак, в чем заключается его трудность Арфея? В том, что он воит явился живым, он отказался умереть. Теперь следующий момент. Эти примеры о любви, правильно? Ну, все три. Да. Арфей любит свою жену или нет? Если он любит свою жену, то получается, Эрос не сделал его смелым. Но ведь только что было сказано, что даже последнего труса Эрос способен сделать смелым. А ему не нужно, он не трус. Как это он не трус? Он отказался умереть, чтобы прийти воедет. Он пришел по живому. Да, но он же пришел туда. Но он не умер. Зачем он туда пришел? Снова. Речь идет, и снова, смотрите, естественно, извращать миф, речь идет о самопожертвовании. Арфея не самопожертвовался. Он не стал умирать за свою любимую. Он любил ее? Если да, то Эрос не делает любого труса супер смелым. Так он, наоборот, идет от обратного. Вот он настолько мужественный. Он поддался чувству любви, и вот его так покарали. А зачем он мужественный, если он не любит? Да нет, я не про это. Я наоборот, что он настолько мужественный, ему не нужен нервис для того, чтобы... Ему не нужно это же свое приношение, он пошел за ней. Он же сам на себе. Да, но этот поступок он более трусливый, чем если был нумер. Почему? Ну, потому что... Спустя боюсь тоже, знаете. Потому что мужество определяется очень простым фактом. Вы боитесь смерти или нет? Это и есть проверка мужества. А если он просто нумерит, он говорит, зачем мне умирать? Это глупо. Ну вот. Если я могу шумы, это это взять. Смотрите, мы идем в атаку на превосходящего нас по числу противника. Вы выходите из фаланги и говорите, ну, ребят, это ж тупо, и я домой. Нет, я говорю, это тупо, если мы сейчас умрем, давайте сделаем вот так, я знаю, что 80% выживут и мы идем делать так. Тогда вы снова смелые, потому что в этих 80% у вас муж не оказался. Но больше шансов, что кажется. То есть... Если я весела и так реально... если вытянуть смерть, засунуть руку в этот самый барабан пониже, чем 50%, то вы такая, типа... Это все еще это не глупо. Нет, я просто говорю к тому, что если есть... Ну, нет никакой альтернативы. Вы либо идете домой, либо идете в бой и там умираете. Но он не пошел домой, пошел за ней воедет. Это тоже, знаете ли, поступок. Вы снова говорите. У него был выбор, умереть или нет. Он сказал, нет, ребят, я не буду. Нет, я ее и так беру. И сам буду жив, и ее заберу. И помните пример Федора как раз про то, что именно потому, что он не умер, а ему жену боги не вернули. Хотя легенда-то не про это. Легенда про то, что он им не поверил на слово. Они же сказали, она за тобой идет, ты только не оборачивайся. А шагов у тебя не слышно. Он идет вверх, а сзади тишина. И он начинает, чем выше он поднимается. Конечно. История Орфея это история о том, что не надо сомневаться в том, что говорят боги. А ни в коем случае не история о том, что, значит, надо умереть за любимого. Потому что боги тогда тебя вернули за Ида. То есть, это не тот смысл плана? Конечно. Он только и делает все это время, что извращает. Поэтов, парменида, вот теперь миф. У Сократа уже хвалится. Ну да, да, да. То есть, видите, он на таком первом шаге, когда он уже какой-то странный мальчик, именно потому, что непонятно, а какой он именно мальчик. Вот он вроде за педерастию, а вот вроде и за философию, вот вроде за традицию, а вот вроде и за философию, вот вроде он и мифы пересказывает, а вроде пересказывает. Ну все на том, что ли, потому что он не понимает, что происходит. В этом и суть правильно трактовать, ну точнее, правильно использовать мифы в своей риторике. Ну, да, конечно. И вы абсолютно правильно же говорите, потому что для многих современных исследователей Федор – это диалог, посвященный риторике. Потому что между первой речью Сократа и второй речью Сократа гигантский диалог Федора и Сократа, что такое аргументация и как она должна вестись. Видите, все даже этого не поняли, хотя как бы только что было диалог. А теперь переходим к последнему и самому хорошему примеру. «Поэтому боги доказали его, сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, они почтили, послав на острово блаженных, узнав от матери, что он умрет, если убьет Гектора, а если не убьет, то вернется до этого. Это живет до старости. Ахилл смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего поклонника, принять смерть не только за него, но и вслед за ним». А вот тут мы подсказываемся на новую аргентацию. Ахилл... А разве как бы было такое понятие «край» и «ад»? Аид? Нет, нет. Это «а». Нет, нет. Они все отправляются Аид — это не ад. Они все отправляются в Аид. Но в Аиде суперплохо. Невыносимо плохо. Читаете Одиссею, Одиссей встречает в Аиде Ахилла. Ахилл говорит, лучше быть рабом на земле, чем быть целем в Аиде. Там ничего делать. В смысле нормальный грек здоровый мужчина должен убить своих врагов, брать женщин и, я не знаю, пить много вина. А в Аиде нет ничего. Там бесплотные духи летают. Где же острова блаженных получается? Вот. Это хороший вопрос. И главное, что вопрос об острова блаженных — это вопрос о том, куда уходится рад. В смысле философия и есть острова блаженных. А, кстати, я понимаю, почему эти отправляются в Аиде в худшее место заходят? Нет, нет, еще раз. Все отправляются в Аиде. По умолчанию. Аид — это не ад, это загробная жизнь. Хорошо. Итак, мы сразу видим проблему с Ахиллом. Потому что Ахилл, вообще-то, не влюбленный, он любимый. И более того, следующая проблема. Кто умер первым? Ахилл или Патрокол? Патрокол умер первым. С чем? Хороший вопрос. Мы действуем лучше, только когда на нас смотрит любимый. Мы... Федор делает поправочку ранее, как вы помните. Это касается и влюбленных тоже. Мы действуем лучше, когда на нас смотрят влюбленные. Непонятно, зачем, но мы верим, ему у нас было. Проблема в том, что на Ахилл никто не смотрит, потому что его влюбленный уже отбросил коньки. И вот уже пишешь, что он был не только Каисея поправчал. Я же сейчас еще. А? У нас такого Орфея Каисея уже умерла. Зачем ему надо было все? Смотрите, Орфей, Орфей, потомок Аполлон. Он может договориться с богами и вернуть ее. Но Федор перевирает, он и собирается это сделать, но Федор перевирает миф, чтобы ему, чтобы получилось, как ему удобно. Потомок Аполлон, трус, эти проклятые игратели на Эфариях ничего не могут. А у нас возникает проблема. Номер один. На Ахилла Патрокол не смотрит. С чего бы это вдруг Эрос заставил Ахилла умереть? Все. Самопожертвоваться ради мертвого чувака. Интересный ход. Давайте дальше. И за то, что он был так предан влюбленному в него, безмерно восхищенные боги почтили Ахилла особым отличием. Эсхилл говорит вздор, утверждая, будто Ахилл был влюблен в Патрокла. Ведь Ахилл был не только красивее Патрокла, как, впрочем, и вообще всех героев, но, по словам Гомера, и гораздо моложе, так что у него даже бородая еще не росла. И смотрите, следующая проблема. По мифу, естественно, Ахилл это влюбленный, а Патрокол это любимый. Но тогда получается, что Патрокол вообще умирает бессмысленно. И Ахилл умирает вслед за ним бессмысленно, потому что любимый уже это самое. Но... И не может любить. Конечно, конечно, конечно. Но тогда вопрос. Если не любовь, то что же сделало Ахилла способным на смерть, на самопожертвование? И ответ мужество. Ахилл это лучший из героев. Ему не нужна любовь, чтобы быть мужественным. Из всех трех примеров, смотрите, у него три примера. Первый пример это женщина, которая не мужественна по определению. Второй пример это Орфей, провальный пример. И третий пример это Ахилл, которому любовь нужна, чтобы умереть. И смотрите, он выступает за педерастию, но у него два примера из трех, это пример межполовой пары. Ахтисида и ее муж, Орфей и его жена и Ахилл. И Ахиллу Патрокол не нужен. И он, смотрите, для того, чтобы сделать все как надо, он пытается изглотить это и сказать, что нет, 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 конечно же, Ахилл не старший, Ахилл младший, а вообще-то Патрокол старик, и так далее, и так далее, и так далее. Ну хорошо, давайте начитаем. И в самом деле, высоко ценят добродетель в любви, боги больше всех восхищаются и делятся и благодетельствуют в том случае, когда любимый предан влюбленному, чем когда влюбленный предан предмету своей любви. Угу, чем когда влюбленный, и смотрите, оказывается теперь, что любимый стоит выше влюбленного, потому что любимый не влюблен. А раз он не влюблен, у него нет никакой мотивации жертвовать самим собой ради другого, кроме чего мужества. И Федор приходит к тому, что мужество лучше любви. Угу. Ведь люди божественнее любимого, потому что вдохновлен Богом. Вот почему послав Ахилла на острово Блаженных боги удостоили его большей чести, чем Алкистиду. И так я утверждаю, что Эрос самый древний, самый почтенный и самый могущественный из богов. Почтенный, не, не, остановитесь. И у нас получается, что выше всего боги ценят не любовь, а мужество. То есть выше всего боги ценят не искусственную добродетель, вызванную эгоизмом, а врожденную добродетель, что абсолютно всходится с общей кордой мира. Федор это полный провал. И, естественно, Федор должен закончить свою самую короткую и правильную речь. А кто дает звуком мужества Федора? Арес. Бог войны, естественно, это самый мужественный бог. Арес не агина богиня войны? Нет. То есть получается последний абзац мы между строк читаем Арес из богов и самый старший и самый чтивный, да? Нет. Нет. Это было бы хорошо, но речь, конечно, идет о люках. В смысле Арес это воплощение мужества, но сейчас Федор не меряет как-то могофон богов друг с другом. Речь идет только о люках. Мы могли бы сказать себе, что это движение следующее. Федор уверен, что боги знают все и могут все. В смысле вернуть из Аида душу влюбленного, который пожертвовал собой. Мы двигаемся, двигаемся, двигаемся и приходим к агафону, который не уверен, что боги знают все и могут все. А потом мы приходим к двятиме, который говорит «Да как нет». То есть это своеобразное восхождение естественно к атеизму. Я напоминаю, что самопожертвование Федора возможно только из богинистей. Давайте. Итак. Итак, я утверждаю, что Эрес самый древний, самый почтенный и самый могущественный из богов, наиболее способный делить людей доблестью и даровать им блаженство при жизни и после смерти. Итак, Эрес самый древний, мы видели, как он провалился. Эрес самый могущественный, мы видели, как он провалился в случае феи. И, наконец, способный даровать людям мужество, мы видели, что и это провал, и блаженство после смерти. Блаженство при жизни и после смерти. Кто после смерти отправляет Ахилла на слова? Боги были, не Эррот. И здесь тоже Федор проваливается. Не Эррот, прошу прощения. Да, да, да. В результате Федор не доказывает ни одной своей пропозиции, но указывает на определенные важные вещи, о которых мы с вами успели поговорить. На природу любви и на природу голода. На политическое. Хорошо. На этом мы останавливаемся. Я спрашиваю, если у вас какие-нибудь вопросы. Все обсудили походу. Хаджич, тогда все. Еще у меня, конечно, есть вопрос, но он к самому далу нас отправил. Ну давайте, почему нет. Я все не могу успокоиться, почему же Сократ не продал бедного нашего Георгия? Алистадема. Ой, Алистадема, да. Вот, да, сейчас. Так, вот открываем. Вторая глава, 174b. А ты поддерж... Ну, у меня, конечно, не такой, конечно, хороший. Сейчас я тоже открою. У вас он тоже, как все, все переводы одинаково хорошие. Алистадема, 173b. А ты вот, ты бы хотел пойти без приглашения, и тот там... Ну, так смотрите, смотрите, смотрите. А вы идете по улице куда-то, и сталкиваетесь, ну, например, там, на что-то посмотреть, посмотреть на салют, и сталкиваетесь с своим давним знакомым. Разве это не вежливо, раз уж вы сказали, куда вы идете, пригласить его с собой? Не, ну, я... Ну, смотря, конечно, какой знакомый, но, скорее всего, я бы сказала, что он там... Вы просто идете, это просто случайная встреча, вы просто проявляете вежливость. Не хочешь ли пройти со мной? Я ожидаю, что он, в принципе, ему окажется. И Сократ ведь не просто ожидает. Сократ ведь говорит, не хочешь ли пройти со мной туда, куда тебя не пригласили. Ага, понятно. Пересмотреть с ключевым, без приглашения. Ну, и затем он отвечает, что я, Сократа, как ты, повелеваешься. И он отвечает, идем и нарушим пресловие, изменив его так, на добрых играх. Да, да, да. Ну, то есть, как ты повелеваешься, он говорит, ну, отлично, тогда пойдем с мной. Да, да, да. Вначале действительно была дана вежливости, я согласна с вами, но потом-то, как ты повелеваешься. Вот это вот, так, а Сократ-то повелевает, там есть? Это чем заключается его предложение? Вопросом или утверждением? Я-то, как ты, повелеваешься. Нет, Сократовское предложение, последнее, чем заканчивается? Предыдущее, на которое отвечает Аристодем. А ты поддержишь решение? Это вопрос или приказ? Вопрос. А что говорит Аристодем? И он говорит, как ты прикажешь, а и, и на это Сократ отвечает. Идем и нарушим. Нет, смотрите, Сократ, слово является велием, потому что если уж Аристодем решил идти, значит, его нечего отговаривать. Но Аристодем ведь не решает идти. Аристодем говорит, как ты прикажешь? Но приказа-то нет. Есть только вопрос. Ты пойдешь на пир, на который тебя не звали? А Аристодем? Ну да. Аристодем не совсем понимает ситуацию. И естественно, после этого, как мы и сегодня читали, Сократу приходится объяснить, на каком основании они действительно могут прийти на пир, если его не просили. Потому что он уже решил, что пойдет. То есть, вы проявляете вежливость, а ваш знакомый пользуется вашей вежливостью. Он бы воспользовался, если бы сказал, да, отлично. Так он так и сказал. Нет, он сказал, как ты повелеваешь. Он сказал еще страшнее. Смотрите, вы идете домой, и, значит, с вами идет ваш молодой человек, и вы доходите до финала, до конца. И вы говорите, хочешь идти ко мне домой? Ну, у меня, правда, мама дома. Ну, ты хочешь? И он отвечает, как прикажешь. Значит ли это, что у него нет никакого такта, и он не понимает, на что вы намекаете? Ну, вот о чем и речь. Вот. А когда он говорит вам, конечно, я зайду, вы тогда вынуждены сказать, хорошо, это отличный повод познакомиться с мамой. То есть, вы уже вынуждены и себе, и ему объяснить, почему это может произойти. Потому что, вообще-то, вы 10 дней назад говорили, что этого не может произойти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА